Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1037. Событие дня. Откровение 22.12. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною» за 18 октября 2018 года. «Се гряду скоро». И вот сколько мест Писания, которые говорят «скоро», прочитайте. 3.11.22.7. Так что подтверждены это все свидетели. Я увеличивал над каждым свидетели. «Возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Его делам. Не то, что за него кто-то сделает, там будет молиться. По делам его. Нигде по-другому не написано в Библии. Нет, придумали из ада, вытаскивают людей. «Я сам молюсь за умерших». Мысли-то такие надо совмещать, как-то сообразовать со Священным Писанием. Ну и объявления. Считайте. Тут все снято, ролики, все показано, похороны. Привязаны к телефону, не на телефон. Мне на телефон кто-то за книги рассчитывается или что-то. Их снять нельзя. Десятую, десятину снимают они. Если десять тысяч, тысячу отдай им. Раньше не было так. Можно было снять, а сейчас все нет. Ну везде жадность, деньги. На телефон не посылать никогда. Есть карты, я даю свои, когда со мной речь идет. На карточку, сберкнижку. Наталья пишет. Полностью согласна с Юрием. Даже внешне они такие красавицы. Ну это речь идет о мусульманских женщинах. Надо объяснять нашим женщинам. Спаси Христос вас, Игнатий Тихонович. Так рада вас видеть уже в Барнауле. Жду ролики, бесед ваших по скайпу. Люди, которые были, хоть один раз потеряете. Ну, конечно, не безобразничали, как некоторые. Пришлось их выпроваживать селом. Безобразничали. А это люди, которые приехали в гостях были. Мнения у всех одинаковые. Друзьями навсегда остаются. Они покорены этим воздухом, который у нас. Вот возьми, Екатерина Голубева. Приезжала с кем. Этих жила здесь с сыном своим. Молюсь за вас, чтобы Господь продлил ваши годы. И дал еще сил на творчество в интернете. Так нужное нашему оголодавшему поистине народу. Вот это какие слова пишет человек. Отпустил ее муж сюда. Она побыла и уехала. Далее. Вчера пишет. Одномир вам, Игнатий Тихонович. Пишет вам Юлия из США. Меня крестили еще маленькой девочкой в 4 года в России. Крестили обливанием, а не троекратным полным погружением. В одном из своих видеороликов вы упомянули о своей поездке в США, если я не ошибаюсь, и посещении храмов. Не могли бы вы подсказать, в каких православных храмах в США, в центральных штатах или на юге США крестят полным погружением, таких как я, которые были крещены неправильно до этого. Я живу в штате Иллинойс. И здесь очень трудно не только найти православный храм, где крестят троекратным погружением, но и сами православные храмы, большая редкость, заранее благодарны за ответ. Спасибо вас, Христос. Спасибо, наверное, хотела сказать, а было получилось. Юлия. Я отвечаю. Был в 1992 году по приглашению от митрополита Виталия в Канаду и епископа Илариона в Америку. Тогда крестили в полное погружение в синодальном храме в Нью-Йорке. Говорили, что так крестят везде там. Про сегодняшние не могу сказать ничего, тем более промощённых уже. Это как печать из апокалипсиса. Таких до крещения не допускает попы почти нигде. Это ужас просто какой. Вот за влекаловку это делает. Заходит, не подготовлено, ничего. Мокрой ладошкой, а то кри кисточкой. И свирепеет, когда ему это говоришь. Он сам не крещённый. И тянет. Найдёт ли Господь веру на земле? Где такое нашли, что опрокидывает? Баптисты опрокидывают в воду, но всё равно погружают хотя бы раз. Диктанты. А это никак. Одевший ребёнок, патриарх его держит под мышкой. Все улыбаются. Как будто нет апостольского правила 50-го. Миква разная. Начинается всё враньё. Три погружения. Сходи к старообрядцам и посмотри, как делают. А они эту воду перекрещут даже никак. Только вот мочёный. Но мочёный – это не крещёный. Крещение означает погружение. На фоне их таких ни за что считают. Это их сразу ведут в море и крестят полное погружение. Посчитайте труды воина Ясцинецкого Луки. Всех этих мочёных он всех крестил. Як они бымши. Это сегодня придумали. Он крещёный. Подходит. Нет, он крещёный. Нельзя второго крещения. Да не было первого. Это какое оно второе-то? Откуда? Ну, теперь вот приходят к вам воины Ясцинецкие. Стоят монахи. Монахи. Ну, сколько их там на Афоне было-то? За две тысячи лет-то. Ну, там позже они появились немножко. Ну, и они говорят – не крещёный. И поп стоит один, кривляется – крещёный. Ну, а почему не крестить? Маленького ребёнка крестит священник, поставил его до головы. А дальше голову поливает. А другие так перекидывают его, переворачивают в воздухе, головой окунёт, и ещё раз – это эквилибристы. Ну, театр устроили. Ну, а причина-то какая – некрещёный, потеря страха Божия. А почему не полное-то погружение? А чтобы не утопить. Ну, скажите, вот старообрядцы рядом, триста лет, разные толки, беспоповцы. Все крестят так. Такие же маленькие ребятишки, в восемь дней от роду. Хоть одного утопили? Да ну как, он кумтнул его, и всё. Нос, рот зажимается рукой. А нет, значит, и так за полсекунды он не может никак. Ну, под водой, сразу из воды. Обман. Он семинарию кончал, академию кончал, ещё защищает там кандидатскую, магистрскую, докторскую, чтобы уметь оправдать любое беззаконие. Больше ни для чего это не нужна грамота, в кавычках. Что он знает-то? Разговариваешь с ним, он какой был, такой и остался дундук. Ничего не знает. Но сейчас грамоты никакой не хватает. Вот это с Варфоломеем, с Грецией сейчас идёт. Ой-ой-ой, такая катавасия развили. А что, ничего не меняется. Люди находятся в одном месте, молятся на Украине. Ну, подписывали в документах, подписывали. А так-то какая разница? Ты стоишь, мол, нет. Там, может, поминают одного, а ты можешь поминать другого. Тем более, что там идея, половина уже стороны-то больше окатоличена. Униаты. Нечего, всё сходит. И вот здесь начинается обман сплошной. По чью власть пойдут. И сразу же объявили. Безблагодатная в московской патриархии. Безблагодатная. Понимаешь, как? И Андрей Кураев это говорит. Значит, вчера вино, которое священник наливал, превращалось в кровь. И вдруг там теперь, в Греции, в этой, где вера-то самая ничтожная, где всегда только за власть боролись, там старостильники, да другое. И вдруг они объявляют безблагодатное. То есть, сейчас же какая-то, говорит, обыкновенная бодяга. Выпить только есть. Никакого таинства нет. Это на нас говорили. Мне легко отвечать. Это на нас разное там находятся, которые начинают говорить. Вот мы безблагодатные. Значит, безблагодатные. Митропорит служит. Безблагодатные. Ну, значит, кощунники. Веры-то никакой нет. Дулевища разные собираются. И вот начинают они против говорить. Они не понимают, что сплетает венец. Так было всегда еретики. Все всегда безблагодатными насчитали церковь. А народ? А народ совершенно темный. А то мы считаем из Священного Писания. Вот так говорит. Народ-то этот слепой ничего не знает. И нас ли ты учишь? Ты во грехах весь родился. И здесь сегодня вот та же самая картина. Вот за него голосует и нормально. Вот акт о каноническом признании. А до этого клеймили раскольники, раскольники. Там все безблагодатное там. Раскольники. Это русско-православная зарубежная церковь. А в один день все сняли. Якони и Бымши. Как бы ни говорили. Все. Никон гнал, гнал старообрядцев, которые одержали старого обряда, которому Россия молилась 700 лет. Ну. И сразу же объявили, что безблагодатно у них. Обряды все поменяли. Вместо двуперстия троеперстия. А теперь снимают эти клятвы. Якони и Бымши. Пожгли тысячи людей. Поубивали. Гнали. Якони и Бымши. Почему? Да страха Божия нет. А меня спрашивают. Вчера я ролик выставил. Кому теперь молиться? И о ком молиться? Ты как молился, так и молись. Поминай патриарха. А в Арфалме. В Арфалме помяни, чтобы Господь поразумил его. Никто же не запрещает молиться. Какой грех? Ты же не просишь им смерти. А просвещение, ума. Ничего не понимают. И вот. Вчерашний день. А что тут сижу дома? Какие события? События. Прямо настоящее событие проходит. Целый день сижу здесь. А чем заниматься пенсионеру? Ну, чем? Возьми лесовку. Семикратно в день прославляю тебя. Господи, за суды правды Твои. Это суды Божьи пришли. На патриархию. И сразу не поминать его. А эти. А вы к нам теперь не проедете сюда. Мы закроем для вас святыню. Нельзя ехать туда, туда, где раньше люди привыкли. Меня никак это не касается. Я не ездил. Когда-то был в Печерской лавре. Были мы в Псковских подземельях. Везде были мы. Но один раз посмотрел, и все. Делать там нечего. Землю копали. Не проповедовали. А вот сегодня это начали из России, в которые пишут так. Я не знаю, с чему верить. Нет. Что и на Иерусалим пусть дорогу не торопят. И Киево-Печерская лавра там будет как. И поминать, что Московская патриархия, это уже противозаконно. Ой-ой-ой. А ты простой человек. Молись. Благодари Бога за все. И надо показать наши ресурсы. Вот это мой мир. Любимый мой. Как удобно здесь. Есть свои какие-то недостатки. Раньше можно было на 10 тысяч человек посылать сразу одновременно 12 фотографий. 5 тысяч знаков. Все это сняли. Нет. Сейчас по одному. Три. По одному, если и то только три четвертые, уже начинают блокировать. Ну, видимо, кто-то и над ними есть, там заставляет. И вот наш форум. 1600 тем. Очень большой, подробный, по каждой теме. И вот сегодня уже выставил, я не знаю тут сколько, наверное, 12 роликов. И вот выставил, тут уже только бы не пострадал, кто из вас как злодей, там и прочее. 140. Интересно. Вот Иоанн Златоуз где-то здесь. А, вот. Четыре просмотра. Четыре. А отец из Потеряевки в город точно назначенное время. 774. Все странно. Машина, собираемся. Ну, такое разбитие людей. Златоуз, проповедь такая. Пятый том, это вершина всего, что у него есть. Вершина всей христианской мысли. Ничего подобного. Четыре человека. Четыре часа назад. По одному зашло. А там за четыре часа. 774. Я всегда вспоминаю Жириновского, когда он говорит, ну, народ-то совсем никакой. Я предлагаю программу определенную. Партия настоящая есть. Партия ЛДПР. И прочее. И в Санкт-Петербурге за Ксению Собчак проголосовала больше, чем за него. Ну, а то это ничего нет. Он все на вторую букву в алфае-то, говорю. Ну, он по своими именами все называет. Ну, чего на это сказать. И вот здесь точно так же. Ну, и отъезжаем. Ну, чего там смотреть-то? Ну, загружаем. Там едем, снимаем. Я уж не говорю. Жития святых точно так же. Жития святых. Вот здесь они не попадают, потому что много раньше там они были поставлены. Я снимаю. Ну, это даже можно посмотреть, в каком месте жития святых. Вот сейчас для примера. Жития святых. Сколько? Два дня назад. 21. 21. Вот. А что-то тут Серафима дважды. Это... С Серафимой беседуем мы. 2266. Вот как. Дальше. Возвращение в родную среду. Про Никиту. 12247. 12000. Ну. А еще более ранее здесь этот период есть. Вот. Жития святых 28. Иларион новый. Золотового. 29. 29 человек за три дня. И здесь же... Вот. Сейчас прочитал. Более позднее время поставленное. И речь идет о 13 тысячах. В тысячу почти раз. Или в 500 раз меньше. Но народ не понимает ничего этого. Надо просвещением заниматься. И у нас... Большое. Есть. Во свете Библии православный библейский сайт. Вот так. Здесь много всего, чего нету. И сегодня можно зайти и все это иметь здесь. И стихи, и книги, и аудио. И начитанное многое. И златоусы, и жития, и добротолюбие. Вот на сегодня все.